Да, Чехов, что ли, жил, блядь, это пиздец. Ну, давайте, давайте, давайте попробуем. У меня, блядь, нету открывашек. Да ёбаный президент, хуй ты там летаешь? Сука. Эм, блядь, где же, где моя открывашка? Так, открываем швец. Вообще, я не люблю пластиковые бутылки. Я люблю железные или стеклянные. Так, не успел я уже открыть, я услышал хруст стекла по ножичку. Это нехорошо. Небольшие царапки. Хуёво, хуёво. Ну, она чуть пахнет. Если даже присмотреться, она, я не знаю, как у них это получилось, но она даже не выделяет газ. Ну, то есть она вообще не пузырится. Пузырьков просто нет. Не знаю, блядь, как они так мутят. Ну, он стал менее терпим, чем каким я его помню. А, ещё со швепсом меня поразило то, что давно мои родители что-то... О, швепс, да, помним, помним. Во времена-то нашей молодости. А наша молодость у них была лет 30 назад. И это же было с СССР, там вообще ничего не было. Поэтому меня немножко поразило, откуда они знали про швепс. Что-то вроде они говорили, в каких-то автоматах он там продавался или типа того. Ну, в общем, вкус... Пузырьков мало, вкус довольно кислый. Стал менее терпим. Но лично мне это напоминает лайм. Ну, в общем, да, лайм. Мне это и напоминает лайм. Кожицу лайма или вот что-то типа того такой. Все самые лучшие качества лайма. Потому что у лайма ещё горечь такая. У неё, в принципе, тоже есть. Ну, в общем, такой своеобразный лайм-лимон. Кока-кола! Не люблю пить две разные козировки. У нас, дорогие зрители, у Кока-колы хруста не наблюдается. Ну, блядь, открывается она что-то явно тяжелее. Как говорит Google, вот эта баночка, она стала короче, шире. И мне стало тоньше стекло, что помогло им снизить вредные выбросы, хуи-бросы. Я только одному не понимаю, какого хуя в этих обоих баночках всего лишь 250 миллилитров вместо 330. Это же, блядь, американская газировка. У неё же там всего много. И в этой тоже. И стоят две вот эти баночки в стекле 45 рублей. Когда давным-давно, ещё во времена моей молодости, 10 лет назад, пластик и стекло отличались в цене на рубль. И в железе и в стекле стоили одинаково, в общем-то. Что за хуя? Ну, в общем, такой же чуть запах Кока-Колы. Пахнет она не намного сильнее, чем Швепс. В общем, можно сказать, вообще не пахнет. Пузырьков мне намного меньше, чем в Швепсе. Ну, и вкус стал какой-то блеклый, ненасыщенный. Плюс мало пузырьков, которые даже умудряются не пузыриться. В общем, не радует, не радует. Закроем Швепс. Я, кстати, сделаю опыт. Вот я поставлю Швепс и посмотрю, выйдет ли из него газ, который, как я вижу, по-моему, не выходит. Потому что он выходит по какой-то другой системе, без пузырьков там. Не знаю как. Но что лично я помню о газировке, которая была в моём детстве. Когда папа приехал откуда-то из командировки, а он работал вообще, чёрт не знает, где там вахтами поместится, то, ну, он привёз Фанту, который сейчас пить невозможно, потому что, блядь, это какой-то пиздец. Привёз то ли Пепси-колу, то ли Кока-колу. Ну, по-моему, Пепси-колу. А Пепси-коли я тоже... Я на самом деле нихрена не знаю, знаю только что Кола и Пепси. Пепси появилась раньше, Кока-кола. Кока-колу завезли на Олимпиаду в каком-то там у нас году, блядь, Олимпиада-то была. Ну, вот тогда была Кока-кола. То есть только тогда она и появилась. И всякие там по телеку показывали передачи тех времён. Если... Вы, кстати, не видели? Посмотрите. СССР-овские передачи. Там вообще жесть. Там... Там репортеры идут реально в магазин, покупают какой-нибудь треугольничек. И люди говорят, вот хуёвый треугольничек, он там течёт, вся хуня. То есть реально говорили правду, вот что меня удивляло. Ну и там, ну, конечно, была подстава типа, вот, мол, Кока-кола, фу, какая гадость. Ну, в общем, тогда это Пепси. Когда её открыли, она запахла просто на весь дом. Газировки пахли так, что любой открывший её в любом месте просто пах ею везде. И все вокруг знали, что где-то в этих краях кто-то пьёт газировку. Это... Я даже запахи помню, ну, из... Ну, с тех времён. Потому что тогда... Ну, не только мой папа с командировки её приехал с вахты. Там целая куча народа. И когда идёшь там по посёлку, а я жил в посёлке, и вот этот запах откуда-то издалека, ну, глосящий о том, что там кто-то попил фанту. То есть, ну, действительно, запах был такой. Чупа-чупсы со вкусом Кока-колы я до сих пор помню. Блин, вот это были чупа-чупсы. В общем, запах, вкус. Было круто. Сникерсы, правда, тогда были солёные. По-моему, сейчас сникерсы немного лучше. Ну, то, что сейчас, это какой-то полный лютый отстой. Просто сладкое, просто вкус. Запаха нет. 45 рублей, хуй знает за что. Швепс, кстати, я не пробовал там, не знаю, оттуда 2005-го. Потому что я на прилавках его не видел. То есть, я видел, но не пробовал. Я думал, это какой-то тоник алкогольный. Потом оказалось, что это не алкогольный тоник. Но... Не знаю. Ну, в общем, на фоне... На фоне, на фоне... Других газировок. Ну, например, доктора Пеппера. Я тут храню склад газировок. Доктор Пеппер тоже стоит 45 рублей. Но, по-моему, он куда поинтереснее. Потому что Кока-колу я могу попить и обычную. Разницы я не наблюдаю. А стекло лучше продукт явно не сделало. На фоне обычной Кока-колы. Обычная Кока-кола стоит 25 рублей. И в ней 330 миллилитров. Ее и больше, она еще и дешевле. Лучше взять обычную баночку. На фоне Адреналин Раш. Ну, Адреналин Раш это энергетик. Но его пол-литра стоит 70 рублей. Но, все-таки это энергетик. Но, в общем, тут сложно судить. Конечно, лучше, чем Айрон Брю. Потому что Айрон Брю какой-то непонятный. Лучше, чем Маутин Гью. Потому что Маутин Гью тоже какой-то непонятный. Лучше, чем вот эта газировка, блядь. От нее я отравился. Серьезно. Я не шучу. Было, блядь, это отравление. Я хуй знает, что значит. Буковка F и V. Не знаю, видно вам. Какое-нибудь, блядь, железо или я хуй знает. Но я отравился. И мне было несколько дней хреново. На фоне, как они там, блядь, Энгри Бёрдсет. Ну, в десятки раз лучше. Энгри Бёрдсет пока что всасывает вообще у всех. Ну, что касается цены, ну, лучше, конечно же, лезь покупать. Что касается Швепса, ну, их, на мой взгляд, нельзя сравнить. Вообще ни с чем Швепс. Потому что он такой какой-то, не поймешь какой. И, серьезно, с ним только, наверное, водку мешать. Вот. Так что подписывайтесь на канал, шалуйтесь на Нефёдова в обратку, чтобы этот говномес понял, что... Я вот только что сегодня шёл в магазин, видел двух дохлых голубей, одного и другого. Думал взять камеру, записать. А-а-а, я Нефёдов. Гляньте, это мой новый блог. Шкалоголубя. Потом подумал, нахуя, я же не долбоёб, в отличие от него. Брать камеру, там, трогать этого голубя. Или типа того. То есть, ну, надо же иметь какие-то, блядь, рамки. Интеллекта. Короче, подписывайтесь на канал, на лайв-канал. На нём постоянно будет всякая хреновня выходить. Вот, типа, обзоров газировок и прочего. Э-э-э-э-э-э-э. Э-э-э-э-э. И... Так. Блядь, я забыл же самое главное. Что-то кроме подписывайтесь на канал. А, и новый канал скоро откроется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...